МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"20.00 в Украине". На интере подробности о главных сегодняшних событиях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. Смотрите в выпуске. Верните наших эксов. Когда в Украину может вернуться беглый президент и его сообщники? Вопросы к министрам гривня, бюджет и армии. О чем поговорили депутаты и дошло ли до дела? Секс или мобильный? От чего сложнее отказаться? И почему люди выбирают телефон? Меркель по Фрейду. Кто поспешил воспользоваться оговоркой канцлера? На третий день после трагедии под Волноваха туда приехали наблюдатели от ОБСЕ. И не только они. С нами на связи Александр Пантелеймонов. Он тоже там сегодня был. Саша, здравствуй. Расскажи, кто еще сегодня осматривал место гибели мирных жителей? И какие еще есть новости у тебя, кроме этого? Да, Наташа, ну вот новости последнего часа. Террористы усилили артобстрелы практически по всем направлениям. Сейчас обстреливают районы Павлополя и Гранитного. Ну а на месте трагедии под Волновахой сегодня действительно работали представители трехсторонней контактной группы. Среди них наши украинские военные, представители России и представители террористов. Также на месте были и наблюдатели от ОБСЕ. Но я хочу заметить, что за этот период уже большинство доказательств стерлось. И воронки присыпалось снегом, следов крови практически не осталось. А осколки уже забрали следователи. Поэтому этот осмотр носил скорее формальный характер. Огляд, вон так, на расследование. Расследование проводят компетентные державные органы. В российской стороне мнение, они совпадают с нашим, все однозначно, я вам сразу скажу. А после таких обстрелов, а после таких визитов россиян зачастую усиливаются обстрелы наших позиций. Так говорят наши бойцы. И вот сегодня сами россияне от ответов на конкретные вопросы уходили. И доказательства их, в общем-то, не очень-то и интересовали. Потому что при нас генерал-майор Александр Размазнин предлагал российской стороне ознакомиться с доказательствами. Но россияне отделались, так сказать, отговорками. А масштабы трагедии на самом деле могли бы быть еще большими, если бы вражеский корректировщик учел изменения в погоде. И сегодня похоронили одного из погибших в той трагедии. Роману Коломойцу было всего лишь 26. На похороны собирали всем селом. Он оказался за детьми, что было миленько, товарищи. Через полчаса звонят, сына нет. Наташа, пока у меня все. Спасибо, Саша. Александр Пантелеймонов был у нас в эфире о событиях под Волноваха, о сегодняшнем визите в БСЕ туда. И сейчас у нас в студии гость Борислав Береза, народный депутат. Добрый вечер. Только что с нами на связи был мой коллега. Он был под Волноваха сегодня. Я знаю, что сегодня министр обороны был в парламенте. И вы с ним говорили. Расскажите нам, о чем вы говорили, что он вам рассказал. Что вы у него спросили. Понимаете, так сложилось, что я только вернулся с Востока и общался с бойцами вооруженных сил Украины. И ситуация, которую я там увидел, с одной стороны меня озадачивала, с другой стороны обрадовала. Обрадовала с той стороны, что у нас великие воины. У нас действительно великие воины. Они хотят защищать Украину. У них есть силы, желания. У нас слишком много генералов. Генералов много, а командиров хороших мало. Ну, хорошо, что есть командиры в 95-ке, в 93-й. Хорошо. Хотелось бы, чтобы их было больше. Хороших, качественных бойцов, которые могут защищать и командовать. А с господином Полтораком мы решали вопросы, которые нужно было решить срочно. И меня порадовало то, насколько он оперативно принял мою информацию. Этот месседж вы тоже ему озвучили? Да, я озвучил несколько других месседжей, которые он услышал. Более того, я искренне обрадовался тому, что он не просто сказал, как отмашку, да-да-да, я услышал, а сразу же запустил в работу. То есть это говорит о том, что он готов действительно что-то делать. Это приятно. Действительно приятно. Нельзя не согласиться. Еще один вопрос к вам. Вопрос относительно возможного лишения телеканала интерлицензии, который был поднят секретарем СНБО. Насколько информационная составляющая канала участвует в этом процессе? Именно информационная, именно новостинная программа, по вашему мнению. Ну смотрите, давайте так. Я вот скажу сразу же, чтобы вы понимали. Если лишить интерлицензии, я думаю, этого не произойдет. Если лишить его, то, соответственно, достаточно большой кусок информационного пространства освободится. Кто-то занять его другой не сможет. Мы же понимаем, что этот канал, как и все остальные, принадлежат олигархам. Надо их содержать. Нужно сочетать большие деньги. А вот взять под контроль таким испугом можно. И, допустим, я совершенно спокойно могу сказать, что... Это под контроль что нужно взять? Ну, я думаю... Почему новости? Я думаю, новости тоже. Я думаю, что на самом деле за то, чтобы влиять на ваш канал, берутся не первый и не последний раз. Я думаю, что начинал еще даже не Янукович. И до него пытались, и сейчас пытаются, и будут продолжать пытаться. Понимаете, вы слишком лакомая кнопка. Как и любая другая. Я понимаю, что если не получится с вами, начнут обращать внимание на другие каналы. Ну, другие внимания пока не особо вредят. А вы пока самые жирные, вы самые лакомые. Вас просто хочется взять в руки и использовать. Более того, мы понимаем, что страна живет от выборов до выборов. И то, что сейчас власть временная, понимают все. Соответственно, скоро наносу следующие выборы. А учитывая, что вот в октябре будут местные выборы, а они очень близки, то я так понимаю, что одна политическая сила, которая продавливает все, что ей хочется в парламенте Украины, которая нарушает регламент, которая, допустим, передала антикоррупционное бюро, которое должно быть вообще не подвластно никому, и на него никто не может влиять, она передала его под управление фактически своему представителю. Также она хочет, видимо, и канал Интер передать своему представителю. Я так понимаю, что эта сила на сегодняшний день будет пытаться узурпировать даже ту информационную свободу, которая есть. Ведь недавно представитель этой силы, господин Пашинский, прямо на согласительной разе сказал, что давайте уберем телевидение, газеты, СМИ, не надо, чтобы они освещали. Свобода слова – это самое ценное, что у нас есть. Будете нарушать – будем вас наказывать. Штрафовать – будете помогать его соблюдать свободу слова – отлично, будем вас поддерживать. Я пришел сюда только по одной причине. Когда было необходимо, и я, и Дмитрий Ярыш попадали на этот канал. Мы никогда не платили деньги. Это действительно факт. И вы предоставляли возможность. Именно программа новостей. Информационная вещь. Именно информационная новостей. А вот за то, что штрафануть нужно, за то, что Кобзона показали и Валерию, вот это я считаю правильно. Притом, знаете как, вот давайте честно. Минуту показывали – 50 лимонов заплатите. 10 минут показывали – полмиллиарда. Я думаю, что больше ваш канал тогда не захочет показывать таких отвратительных, такие отвратительные рожи. Спасибо за вашу позицию. Борислав Береза был у нас в эфире, народный депутат. И к событиям во Франции, в Париже Керри, под Парижем новые заложники, в Бельгии массовые аресты. У кого лучше координация между странами – у полицейских или террористов? Подробнее София Гордиенко, наш европейский корреспондент. Нелегкий выдался день у парижских полицейских. Во-первых, прител Джон Керри с запоздалым визитом и сочувствиями. И пока госсекретаря США под усиленной охраной возили то к кошерному магазину, то к редакции «Шарли Эбдо», в полицейское отделение позвонил человек, представился и сообщил, что он с оружием в руках удерживает заложников на почте пригорода столицы. Спустя несколько часов заложников освободили, городского сумасшедшего задержали, но при этом страна успела снова испугаться. Такое впечатление, что привычная европейская толерантность и спокойствие закончились. Во Франции по подозрению в пособничестве братьям Куаши и Амиди Кулебали задержаны 12 человек. Это течи ДНК, обнаружили на оружии и машине, которую использовали убийцы. А в Бельгии арестованы 12 подозреваемых в радикализме и еще 13 задержаны. До выяснения обстоятельств. Спецоперация прошла негладко. Двое пытались убежать от полицейских, стали отстреливаться и были убиты. Они недавно вернулись из Сирии. У них было 4 автомата Калашникова, радиоустановка и полицейская форма. Также большое количество холодного оружия. При службе Федеральной прокуратуры Бельгии не протолкнуться приехали не только местные журналисты, но и аккредитованные при евроинституциях пресса. Один из главных вопросов – а есть ли координация по поиску террористов между странами? Оказалось, что нет. А вот у террористов координация буквально в разы лучше. По одной из версий – оружие братьям Куаши, тем самым, которые расстреляли редакцию Шарли Эбдо, поставляли собратья по вере из Бельгии. А Париж сегодня прощался со своими любимцами. Карикатуристов из Шарли Эбдо в последний путь провожали с музыкой, друзья, почитателей и, конечно, карикатуры. Даже там, где, казалось бы, им не место. Но ведь Шарп, Кабю, Волынский, Эмма и Тиньюз всегда были не такими, как все. София Гордиенко, Василий Трушковский. Подробности – телеканал «Интер» Брюссель. Ляп на высшем уровне. В Германии обсуждают оговорку Ангелы Меркель. Что же она сказала и что хотела сказать на самом деле – подробнее Татьяна Лагунова из Берлина. Оговорки случаются у всех, даже у внимательной и по-немецки педантичной Ангелы Меркель. Накануне канцлер выступала с речью в Бундестаге, говорила о терактах в Париже, о том, что экстремистам не удастся расколоть общество, поставить под вопрос принципы толерантности и разжечь вражду. И вдруг депутаты и министры услышали такое. Антисемитизм является нашим правительственным и гражданским долгом. Оговорку Меркель не заметила и, как ни в чем не бывало, продолжила дальше. Из контекста, конечно, понятно, что в виду она имела совершенно обратное, а именно борьбу с антисемитизмом. И просто пропустила одно слово. Это же касается и нападения на мечети. Мы их тоже не примем и не позволим и будем преследовать. А вот журналисты Ляб Меркель мимо ушей не пропустили, а ее досадные оговорки написали практически все издания. Мол, с кем не бывает. Правда, самые ехидные СМИ задались вопросом, кто писал речь. Сама канцлер или ее спичрайтер. И если спичрайтер, то неужели Меркель не просматривает свои тексты перед выступлениями? Ну, а саму ошибку уже исправили на сайте правительства, опубликовавшем текст ее речи. Этого ляпа нет. Татьяна Лугнова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. И точно без ляпов обошелся сегодняшний разговор Ангела Меркеля с Петром Порошенко. Говорили по телефону. В ближайшее время проведут заседание трехсторонней контактной группы. А по ее итогам, встречу министров иностранных дел в нормандском формате. И президент, и канцлер считают, что для того, чтобы переговоры прошли успешно, нужно вывести военную технику из Донбасса, закрыть границы и освободить пленных и заложников. От нее громко открещиваются, когда идут на выборы, и потом тихо забывают, когда выборы позади. Депутатская неприкосновенность. О ней напомнил президент. Они сегодня говорили в парламенте, а еще о гривне, валюте, армии, бюджете. Но так и не смогли изменить закон, который бы наполнил этот самый бюджет. Почему? Подробнее Екатерина Лысенко. Традиционно в пятницу в парламенте правительство с отчетом. Но начинают день с новых решений и предложений после разговоров с президентом Порошенко. Внесена инициатива президента, что до внесения в залу Верховной Рады Украины проектов закону про зняття депутатской недоторганности, а также суддивской недоторганности. Пока законопроект регистрируют, отчитывается правительство. И министр финансов говорит о реформах и бюджете, который не успел принять, уже надо менять. Оппозиция о бюджете написала еще с утра на плакате, но его во время выступления правительство сорвал Народный фронт. Займите свои места. Я готов вам сделать спортивный зал, где можно протягивать руки. Будь ласка. Да, хочу, чтобы нам пытался заступиться, потому что у нас, хлопцы, большие жители, у меня нет. Но проблем у нас, правда, не было. Вот тот плакат, что вы сорвали, я вам сейчас его продиктую. Позор тем, кто проголосовали 29 числа за незаконный антиконституционный бюджет. Вы это сделали, несмотря на то, что сами говорили, что он незаконный. Сами писали, что это букварь, как там, букварь какой-то, Мартишкин. Прошлый парламент ненавидели потому, что на глазах всего народа, четырьмя руками, голосовали здесь за законы. Сейчас продолжается то же самое. С самого утра, в свою очередь, ждала и глава Назбанка Гонтарева. Говорить пришла о гривне, а встретили ее валютой. Олег Валерьевич, я прошу вас дотримоваться регламенту. Олег Валерьевич, я прошу вас дотримоваться регламенту. И всех народных депутатов. Я не народный депутат, поэтому я еще не привыкла к этому цирку. Но, наконец, я тут. Гонтарева долго рассказывает, как упала гривня из-за того на Донбассе и аннексии Крыма. Но вопросы к ней один за другим. Как граждане Украины? Как им можно купить доллары? Сколько долларов? Где и за каким курсом вы купили особисто? И еще одно. Скажите, какая заработная плата главы Национального банка Украины? Дякую. Я не согласен с такой заработной платой, потому что она складывает 10 тысяч гривен на месяц. Валюту купить не нужно. Потому что каждый, кто хочет купить валюту, створит панику. За трибуной Гонтареву держат больше часа. Она уходит вот с таким заявлением. У нас никогда уже не будет фиксированного обменного курса. Ну, за мою каденцию. Ну, а это же не проблема. Сегодня гривна сколько стоит? Знаете, 20. Я вам напомню выступление Яценюка, который сказал, больше 12 и рухнет экономика. Я хочу вам сказать, я за Украину. За сильную славу Украине, но сильной замужней Украине. Да не надо мне стать ровно. Но одним отчетом в парламенте не ограничились. Еще с утратом обсуждали принятый два дня назад закон об акционерных обществах. Прикро, что проголосованный парламентом закон не расповсюджается на компанию Укрнафта. Вы там, в том числе в присутствии президента, на моем вопросе подтвердили, что закон, который мы проголосовали в Верховной Раде, он даёт возможность вам поменять менеджмент Укрнафта, чтобы это акционерное товариство вернуть в властность государства. Почему ваша фракция не голосовала за этот антиолигархический закон? Я прошу вас дать сейчас публично доручение вашей фракции сегодня невыдкладно проголосовать соответствующие изменения. Но ЦУ от премьера так и не последовало. А чуть позже в зале попытались внести законопроект в повестку дня. Не внесли, не хватило голосов, не додал все тот же Народный фронт. Была нарада с этого вопроса. На этой нараде был Яценюк, Порошенко, были лидеры фракции. И запитали Порошенко, что он поддерживает переход Укрнафта в государственную властность. Яценюка тоже ничего не было, хотя его фракция не голосовала. А потом, когда зашла мова, чтобы внести правку, то Иванчук сказал, что это принимало без нас, поэтому и голосуйте. Без нас мы эту правку не хотим поддерживать. То есть снова начинается эта игра, где Иванчук и 100 интересов Коломорецкого. Само собой, они не совсем там его поддерживали, потому что он существовал одного из самых больших друзей фракции. Сюда Укрнафта. Теперь вопрос с Укрнафта отложили как минимум на две недели. До следующего заседания. Как и вопрос решения неприкосновенности. Все, чего добились сегодня, внесли законопроект в повестку дня. Враховывая суспильные настрои, выникла нагальная необходимость скасывания депутатской недоторганности. Все эти депутаты будут контролироваться Министерством внутренних справ, Генеральную прокуратуру и Служб безопасности Украины. И от того, как нужно, чтобы они проголосовали, будут порушиваться криминальные справы. В законе четко снимается неприкосновенность депутатам, не снимается неприкосновенность судьям. Этот закон просто декларация о намерении, ничего больше. Увы, я считаю, что это подстава президенту. Отбывался, как всегда, пиар, всех про все. И было просто, что сделано, включено до порядка денного. Ничего сегодня не отбылось с точки зрения, тяна до торганности. Вы проголосовали? Хочу я сегодня проголосовала, я проголосую наступного раза. А заседанные золы нардепы вернутся только 3 февраля. Официально две недели будут работать в округах и комитетах. Екатерина Лысенко, Ирина Романова, Максим Чеблин, Владимир Самченко. Подробности в телеканал Унтар. И вот как комментируют вопрос о снятии неприкосновенности политологи. Инициатива президента безумовно очікувана. И, власне говоря, что это было записано и в коалиционной угодке. Поэтому, самое интересное, что будет записано именно в этом законопроекте. Чи это будет полное скасование депутатской недоторганности суддильской. Чи это будет ее серьезное обмежение. Мне кажется, что тут нужно такой очень грамотный баланс провести. Потому что суддильская недоторганность безумовно должна быть скасована. У нас те же суддя, что сажали наших оппозиционеров, они далее в украинских судах. У нас милиция правокуратура не реформована. В Европе все уже давно пишем. Но они даже не снимают эту депутатскую недоторганность. Реформовать, безперечно, тут нужно. Чтобы мы не им не зловоживали. Но и не скасовывать. Я думаю, он должен быть ограничен, иммунитет. Но он должен быть полностью скасовывать. И тут нужно найти эту золотую середину, чтобы и суддя, и народные депутаты понимали, что если он не злочинит злочину, он не будет за него отвечать, как обычные граждане. И еще о немаловажном. Украинскую делегацию в парламентской ассамблее Совета Европы возглавил нардеп от блока Петра Порошенко Владимир Арьев. Первым его замом стала оппозиционер Юлия Левочкина. У нее крепкие связи в этой важной европейской структуре. Замами Арьева также стали Сергей Соболев от Батькивщины и Георгий Лагвинский от Народного фронта. Каждый должен заниматься своим делом. Это в адрес нардепов от генпрокурора Виталия Ерема сегодня на пресс-конференции. Депутаты потребовали ежемесячных отчетов генпрокуратуры по любым вопросам. В ГПО ответили, что это невозможно, и отказались разглашать тайны следствия. Тогда в парламентском комитете по вопросам противодействия коррупции решили Ерему уволить. Для отставки нужно собрать 150 подписей, пока у нардепов не хватает 30. И еще Ерема заявил, что генпрокуратура открыла уголовное дело против нардепа Натальи Королевской. Ее подозревают в финансировании сепаратистов на Донбассе. Вот как отреагировала на это сама Королевская. Сегодня генеральная прокуратура на основании сплетен из Таханова завела на меня уголовное дело. Прошел год. Так и не расследовано убийство на Майдане. Так и не расследована трагедия, страшная трагедия, которая произошла в Одессе. Сегодня все стране знают колоссальной коррупции. Сегодня с каждым днем уменьшается уровень социальной защиты людей. Поэтому лучше не сплитные на рынках собирать, а заниматься реальными делами. А вот Януковича, Азарова и еще шестерых беглых чиновников могут экстрадировать из России, говорит Еремов. В ГПУ уже готовят запрос на их принудительный возврат в Украину. Раньше, по его словам, сделать это не имели права. По закону об экстрадиции сначала Интерпол должен объявить их в международный розыск, а произошло это всего лишь три дня назад. И теперь в розыске еще четыре одиозных беглых бывших. Среди них экс-глава администрации Януковича Андрей Клюев и его зам Андрей Портнов и бывший министр экологии. И еще один беглый экс-глава МВД Виталий Захарченко появился в Крыму. Приехал на панихиду по погибшим беркутовцам и презентовать благотворительный фонд. Исхудал и с бородой у Захарченко новый паспорт российский, причем заявил от украинского гражданства не отказался. Кроме этого у бывшего главы МВД еще и новая работа, консультант в госкомпании Ростехнология. А пока Захарченко молится в оккупированном Крыму, его бывшие подчиненные работают тоже в России. Бывший зам киевской милиции Петр Федчук в погонах полковника и в курдке с надписью «Полиция» в Москве на Манежной площади разгонял пикет в поддержку оппозиционера Навального. А вот и экс-министр Александр Клименко. С тех пор, как он остался без кресла главы Миндоходов и сборов, у него теперь больше времени для себя. Судя по фотографиям, которые с начала года появились на его странице в Фейсбук, он научился играть в шахматы, занялся спортом и похвастался новогодним подарком от бывших коллег по министерству – бутылкой водки. Кошелек семьи Януковича. Беглый Курченко подозревается в финансировании террористов на Донбассе. В СБУ сообщили, что собирают документы в рамках уголовного производства. Вот о них подробнее Геннадий Вивденко. Уже и так против него более десятка уголовных расследований. Он обвиняется в нанесении ущерба государству на сумму в 5 миллиардов гривен. И вот против беглого младого олигарха Курченко, кошелька семьи Януковича, может быть возбуждено и еще одно дело. Но по куда более весомой статье. СБУ проводит документирование фактов незаконного ввоза огромного количества нехтепродуктов на территорию Украины на протяжении 2013-2014 годов. Использовались несколько подставных компаний. Воз проводился через Черноморские порты страны и белорусскую границу. Встановлено факт продажи 2 миллионов тонн на сумму понад 2 миллиарда долларов США. Встановлено, что организаторы злочинной схемы не только делали деньги между собой, а и большую часть направили на финансирование террористических организаций ДНР и ЛНР. Схема для заработка могла быть достаточно простой. Космическую прибыль получаешь, если не платишь государству таможенные сборы. Это так называемый фиктивный экспорт. И вот таким образом были накоплены деньги для боевиков ДНР и ЛНР. В СБУ открыто сразу два уголовных производства касательно легализации незаконных доходов и финансирования террористов. Примечательно, что в Слубе безопасности соучастником Курченко в этой деятельности называют российскую компанию «Лукоил». Их тесные связи наладились давно. Три года назад Курченко именно у «Лукоила» купил одесский НПЗ. В мае стало известно о приобретении олигархом сети АЗС. В Крыму опять же у этой же российской компании. Тем не менее, в «Лукоиле» тут же открестились от всех сегодняшних обвинений СБУ. И пока что нет в этих обвинениях ни слова о связях между группой «Приват» и «Беглым Курченко» и одесским НПЗ. Геннадий Вивденко, Анна Каменева, Сергей Еременко. Подробности на телеканал «Интер». Возвращаемся к событиям на Донбассе. Там находится еще один мой коллега Руслан Смещук. Он с нами на связи. Руслан, здравствуй. Что сегодня в Донецком аэропорту? Вот действительно, самая горячая точка АТО, район Донецкого аэропорта. Боевики весь день обстреливали позиции, которые прикрывают защитников воздушной гавани. Под огонь попали поселки Пески, опытная и тоненькая. В самом аэропорту с утра украинских военных периодически штурмуют. Два бойца погибли, более десяти ранены. По словам военных, боевики тоже несут потери, причем большие, чем защитники аэропорта. С утра террористы во время боя использовали газ. После 17 часов 15 минут террористы в аэропорту использовали еще и грады. Информация о том, что вчера и позавчера было, что наши выходят из Песок, то, что она под контролем террористов. Но это опять очередной бред. А под Марьенко, это в районе аэропорта, и на плацдарме под Дебальцевом боевики использовали танки. Все атаки были отбиты. Сегодня мы были в городе Счастье, возле Луганска. Последние несколько дней боевики забрасывают город минами и снарядами. Вот вы можете видеть последствия этих обстрелов. Увы, есть жертвы среди мирных жителей. Во время бомбардировки один человек погиб, второй получил тяжелое ранение. Достается и позициям силовиков. Сейчас силовики пытаются подавить огневые точки боевиков, используют артиллерию и минометные установки. И как рассказали нам военные, вот со вчерашнего дня боевики начали провоцировать местных жителей на массовые беспорядки. Если они выйдут с митингами и протестами против украинской армии, то место Счастье будет стараться с лица земли. Люди и так напуганы, а подобные провокации еще сильнее нагнетают панику. Если же говорить о ситуации в зоне проведения антитеррористической операции, в целом происходит сильнейшая за последние несколько месяцев эскалация конфликта. Наталья, на данный момент у меня все. Спасибо, Руслан. Руслан Смещук был с нами из зоны АТО. Как живут люди в оккупированных Донецке и Луганске сегодня? Мы с ними связываемся каждый день, уже много месяцев. И вот, что нам рассказали сегодня. Ночью в Петровском районе погибло 4 человека, 4 мирных жителя. Это страшно. Мы все это переживаем. Я не говорю уже о разрушенных домах, вылетевших в стеклах. Появились люди, делающие бизнес на поездках наших пенсионеров за пенсией. Поскольку нет газет, сейчас все рекламные объявления решаются просто на счетах подъезда. Появляются, обналичивая любые деньги с карт любого банка за определенную стоимость. То есть люди на этом делают бизнес. Просто пользуясь вот этим вот кошмарным состоянием. На привокзальном стоит несколько тяжелых орудий. И когда они издают залпы почти одновременно, сердце просто останавливается. На проездных билетах общественного транспорта у нас уже написана Донецкая Народная Республика. Над филологическим факультетом нашего национального университета тоже рейд ДНРовский флаг. Правда, барельеф поэта Василия Стуса оставили. Получилось, рядом оказались два противоположных символа. Флаг страдателей и портрет борца за независимость Украины. Активные бои буквально в нескольких километрах от нашего города. Очень много моих знакомых и близких моих людей сейчас решают вопрос о том, чтобы уехать из города. В продуктовых магазинах цены очень высокие. Стараются все по минимуму обходиться минимальным количеством продуктов. Президент Порошенко провел первое совещание с силовиками в новом ситуационном центре при Совете Национальной Безопасности и Обороны. Анализировали ситуацию в зоне проведения АТО. Особое внимание уделили Донецкому аэропорту. Руководители Минобороны, Генштаба, СНГО докладывали. Главный ситуационный центр страны создан при Совете для обработки информации из зоны АТО. Мониторинга выполнения поставленных задач и быстрого реагирования на изменения ситуации. Центр оснащен информационно-компьютерной системой, которая имеет доступ ко всем государственным и негосударственным базам данных. В том числе и данным со спутников и непосредственно с места событий. Каждый день в Днепропетровские и Харьковские госпитали привозят раненых бойцов. Кого доставили вчера самолетом в Днепропетровск и в каком состоянии ребята, попавшие в Харьковскую реанимацию? Подробнее Наталья Грищенко. Это Запорожское шоссе в Днепропетровске. Дорога, которая соединяет аэропорт с крупнейшими городскими больницами. Вчера в 8 вечера вот по этой дороге пронеслась целая вереница скорых. Везли раненых киборгов. Шестеро с легкими ранами, четверо в тяжелом состоянии. Без прогнозов от врачей. Двое из них с турокобдоминальными ранениями. Они поступили в 16-го русскую больницу. Два человека с открытыми черепно-мозговыми травмами. И ранения поступили в больницу Минемещенко. Шесть человек. Значит, они имеют легкие ранения и мягкие ткани. Юру ранило в ногу. В АТО он с осени. Недавно был переброшен в Донецкий аэропорт. Говорит, ни он, ни те, кто там уже несколько месяцев, не видели таких мощных атак, как сейчас. Когда заехал ГУМ-конвой, нас начали обстреливать ретельно РПГ, СПГ и особенно танк. Не так тяжело РПГ и СПГ, как танк. Танки там делали шкоды очень величайно. И даже сегодня врачи не говорят, что с тяжелыми ранеными. Тем временем в больнице Харькова остаются трое нацгвардейцев, попавшие в страшное ДТП под Артемовском 5 января. Один до сих пор в реанимации с тяжелой травмой головы. Только вышел из хомы. Сейчас он уже реагирует на наши вопросы. Есть реакция на болевые подразники. Есть динамика. Всего в реанимации военного госпиталя 5 бойцов. У входа родственники. Мама Юрия, самого тяжелого из всех пострадавших, приехала из Киева. Сын в коме. 13 января его экипаж подорвался на фугасе. Мы надеялись, что он выкарабкается. Очень, 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 очень страшная травма. Что это только в малице? Состояние крайне тяжелое. Урежден стол, лунного мозга. Эти солдаты получили ранения не в боях. Машина наехала противотанками. Сработали две мины. Четыре человека, которые ехали в кузове машины. Четыре человека страдали. Множественные осколочные ранения. То есть, когда тело защищает туловище, защищает бронежилет, поражаются черепы, поражаются конечности. Сейчас в больницах еще и десятки бойцов с пневмониями, бронхитами и переломами. На улице холодно и скользко. Каждые сутки только в Харьковский госпиталь приезжают по три-четыре скорых. Наталья Греченко, Лидия Калинина, Евгений Куденцов, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер. Котельные в городе Дебальцевом вскоре могут получить необходимый уголь. Грузовики с ним уже около недели не пропускают через наш блокпост. Об этой проблеме сегодня говорили нардепы от оппозиционного блока и мэр Донецка Александр Лукьянченко. На встрече с руководством СБУ и антитеррористического центра. И вот предварительные результаты этой встречи. Результаты встречи еще будут дополнительно обрабатываться по каждому аспекту. То ли это промышленный блок, то ли это гуманитарный блок, то ли это компенсация государства перед людьми, которые пострадали во время проведения АТО. Системно будут вырабатываться, подаваться те же самые поправки на уровень кабинета министров при формировании бюджета. За что и как воюет шестилетний мальчик, его бабушка с дедушкой, с правительственными чиновниками. Об этом чуть позже. Оставайтесь с нами. Эхо громкого и кровавого убийства армянской семьи российским солдатам. Люди протестуют, президент играет в шахматы. Каков следующий ход в этой истории? Кто делает из жестокого убийцы узника совести? Подробнее Юлия Орленко. В Армении жестокий убийца, он же в России, узник совести. Так называемый российский антимайдан вступился за солдата Валерия Пермякова, расстрелявшего в армянском городе Гюмри целую семью. В соцсетях создали страничку в его честь. Мол, все это штаты хотят посеять вражду между братскими народами. На сей раз между русскими и армянами. Обвинения против солдата липовые. Но шесть человек расстреляны. Полугодовалый младенец, единственный выживший в реанимации. Своё первое заседание в этом году армянское правительство начинает с минуты молчания. Пермяков своей вины не отрицает. Убив семью 12 января, он дезертировал из 102-й российской военной базы. Его задержали пограничники на армяно-турецкой границе. Говорит, мимо дома расстреляны семьи, а ведь Осянов проходил случайно. Хотел попросить воды, да испугался, а вдруг выдадут. Вот и открыл огонь. Задержали его русские, пока что держат у себя. Армяне возмущены, требуют передать дело их правосудию. Собираются вот на такие массовые акции. Армянская власть должна требовать передачи преступника армянскому правосудию. Если это не произойдет, события могут развиваться непредсказуемо, иметь плачевные последствия для русско-армянских отношений и стабильности в регионе. В Армении считают, лишь у них суд будет непредвзятый, а в России дело могут замять. Заверяю всех, что совершивший это ужасное преступление понесет самое суровое наказание. Российская база в Гюмри действует с 95-го после событий в Нагорном Карабахе. Ранее армянская оппозиция требовала закрыть базу. И теперь вот снова. Такие разговоры ведутся, в частности, в соцсетях. Но ни один серьезный политолог или член правительства пока на такие темы не высказывал. Вчера массовые акции армян привели к серьезным столкновениям. 12 человек пострадали во время стычек с полицией под российским консульством. В Гюмри уже который день ждут президента Сержа Сарксяна. Однако он сегодня отправился не на место троедии, а на шахматный турнир. Возможно, продумывает следующий ход. Как говорят, он играет на своем поле чужими шахматами. Юлия Орленко, подробности, телеканал Интер. Осиротел из-за войны и остался без малейшей поддержки от правительственных чиновников. В свою войну с их равнодушием начал шестилетний мальчик. Его бабушка с дедушкой из Черкасской области. Станислав Кухарчук подробнее. Урок рисования в сельской школе Соколовки. Шестилетний Максим Геш рисует дом, где живет его семья. А тут бабушка живет, а я и дедушка. Максим круглый сирота. Мама умерла, когда ему не было еще и года. Отец погиб в прошлом году, в конце октября, на Донбассе. Если какая-то тема про родину, мы стараемся обходить стороной, пока что эти темы, чтобы они не были такими болючими. Несмотря на свой возраст, Максим самостоятельен. На учебу и обратно ездит сам, на школьном автобусе. Правда, сегодня у мальчика особое сопровождение. Домой с уроков его везет наша съемочная группа. Папа Максима Евгений Геш был оператором-наводчиком БТРа, 80-й десантной бригаде. Отца-одиночку мобилизировали еще в августе. Он участвовал в боях за 32-й блокпост. Там и погиб, говорят его командиры. Только вот тело до сих пор не нашли. Звонишь им, они ничего не знают, понимаете, это руководство. У вас военнослужащий воевал, вы же за него должны отвечать, а они ничего, погиб и погиб. И ладно, и там может лежит. У Максима праздник. Ему подарили радиоуправляемую машинку. Бабушка с дедушкой позволить себе такую покупку не могут. Из-за того, что под документом Евгений числится пропавшим без вести, а не погибшим. Платить пособие отца-одиночке 380 гривен в месяц перестали. По той же причине бабушка не могла оформить опекунство над Максимом. Денег едва хватает на питание. Помочь семье вызвался сельский глава Соколовки. Его сын сейчас на фронте. Удалось выбить свидетельство о смерти Евгения. Для меня это был самый страшный день, получать следовательство. Впереди еще непробиваемая стена чиновников в Министерстве обороны, где Максиму должны назначить компенсацию за гибель отца. По закону малышу положено 609 тысяч гривен. С сегодняшнего дня начали оформлять документы цены на помощь. То Министерство обороны пока не ясно, как. Пока же бабушка спешит оформить опекунство над внуком. Тогда возобновятся и выплаты. 380 гривен в месяц. Но она до сих пор надеется, что сын жив. Тело ведь не найдено. Да и маленький Максим постоянно спрашивает, когда вернется папа. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности, телеканал Интер, Черкасская область. Виртуальные войны, американские хакеры целятся по банковской системе Великобритании. Их лондонские коллеги готовят ответные атаки. Почему страны решили открыть огонь по своим? Подробнее Дмитрий Еловский из Вашингтона. Эти тревожные сообщения стали приходить во время встречи Дэвида Кэмерона с Баракома Обамой. Британский премьер сейчас находится здесь, в Вашингтоне. Но то, что сначала могло показаться ссорой двух государств, на самом деле является киберучениями. Лидеры двух стран договорились, что в этом году они испытают друг друга на прочность в вопросах компьютерной безопасности. Для Америки тема очень актуальная. Сколько шума ведь наделал недавний взлом хакерами из КНД от компании Sony. Из-за чего перед Новым годом, напомню, решили отменить премьеру фильма интервью, где высмеился лидер Северной Кореи. Вот всего пару дней назад киберячейка исламского государства атаковала аккаунты центрального командования Пентагона в Твиттере и Ютьюбе. Так что учение в виртуальном пространстве, ну, просто необходимо, как маневры в небе, на земле и на воде. Уже известно, американские специалисты по киберугрозам попробуют взломать Банк Англии. Если получится, то вся финансовая система королевства будет парализована. Британцы обещают в ответ проникнуть в компьютерные системы учреждений Уолл-Стрит. Если получится, последствия для Америки тоже будут, ну, по крайней мере, очень неприятными. Вообще, эта акция беспрецедентна. Никто еще никогда в истории не проводил инсценировки компьютерной войны. Для Вашингтона борьба с киберугрозами уже является существенной строкой в бюджете страны. Шутка ли? Только за последний год злоумышленники 60 тысяч раз нападали на госресурсы Америки. На борьбу с ними потратили почти 4 миллиарда долларов. Однако в случае с американо-английскими учениями все равно остается довольно много вопросов. Кто именно будет осуществлять эти атаки? И будет ли все по-настоящему? Ведь Кэмерон недавно признался, что Обама называет его не иначе, как «бро». Но это такое сленговое словечко можно перевести, как «братишка». Конечно, вряд ли «братишка» пойдет на то, чтобы реально обрушить финансовую систему своего партнера и союзника. И Треевовский, Никита Исаико. Подробности. Американское бюро телеканала «Интер». Катрусин кинозал в Белом доме, мульттерапия в Пенсильвании и год без секса в пользу смартфона. Об этом и не только в нашем обзоре. 12 месяцев без секса запросто, но без мобильного телефона никак. Это результаты соцопросов США. Почти треть американцев не могут и года прожить без своих смартфонов. Люди согласны не ходить в рестораны, отложить отпуск, не общаться с друзьями, но жить без мобильного не в состоянии. В зависимости от гаджетов также думает треть немцев. А еще четверть бразильцев готовы на год отказаться от секса, но не от смартфонов. Вопреки зависимости, американцы вовсю испытывают свои смартфоны на прочность. Новая попытка уничтожить iPhone 6 стала популярной в интернете. Американский блогер попытался распилить аппарат болгаркой. Пять минут он шлифовал смартфон точильным кругом, пытаясь сделать дизайн более обтекаемым. В сети шутят. Видео не для слабонервных поклонников продукции Apple. В Белом доме сегодня крутят кино. Барак Обама устроил спецпоказ фильма «Сельма». Лента рассказывает о жизни борца за права темнокожих Мартина Лютера Кинга. Картина выдвинута на Оскар в категориях «Лучшие фильмы. Лучшая песня». Традиция спецпоказа в Белом доме появилась еще в 1915 году. Обама уже выбирал для просмотров ленты «Миллионер из трущоб», «Джули и Джулия» и «Обещать не значит жениться». Американку Хейли Смит вылечили диснеевские мультфильмы. 17-летняя девушка страдала редкостным психическим заболеванием – синдромом Катара или, как его еще называют, синдром ходячих мертвецов. После развода родителей Хейли казалось, что она умерла, ее органы разлагаются. Девушку вернули к жизни добрые мультики «Русалочка Аладдин Бэмби». Смит пересматривала их по нескольку раз. В итоге врачи подтвердили – девушка здорова. Грабителя гурмана поймали в штате Пенсильвания. Шейна Линдси арестовали спустя 20 минут после ограбления банка. А все потому, что вору захотелось пообедать недалеко от места преступления. Полицейские проследили, как мужчина зашел в кафе перекусить курицей и печеньем. И задержали преступника. Марсоход «Бигль-2» нашли спустя 12 лет после выхода в космос. Европейское космическое агентство запустило аппарат еще в 2003-м. Но марсоход посчитали потерянным, поскольку он не вышел на связь. Только теперь ученые НАСА обнаружили «Бигль» в 6 километрах от запланированного места посадки. Предполагают, у машины сломался двигатель, поэтому она не достигла цели. Информация постоянно обновляется на нашем сайте. Подробности Юэй. Я прощаюсь с вами до завтра. Хорошего вам вечера и до встречи в подробностях. Редактор субтитров А.Семкин